В Рязани вновь стартовало рейтинговое голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В течение недели каждый житель Рязани старше 14 лет сможет проголосовать за наиболее приоритетные виды работ по благоустройству трех городских парков, а именно Центральный парк культуры и отдыха, Верхний городской парк и сквер у памятника Советско-Польскому братству по оружию. В бланках голосования люди могут поставить галочку напротив предложенных видов работ. Мы узнали, какие изменения в парках для рязанцев сейчас в приоритете. Освещение в первую очередь, это самое главное освещение, конечно. Дорожки, биотуалеты, дополнительно какие-то площадки, спортивные, детские. Все, что не хватает в этих скверах, старайтесь голосовать за это, выбирать. В том числе можно проголосовать и за организацию видеонаблюдения в парках, а также выделение зоны Wi-Fi и за многие другие варианты. Количество галочек напротив выбранных пунктов не ограничено. Кроме того, рязанцы могут предложить свои изменения. Мы уже знаем, общаемся с волонтерами по результатам работы за день. Они нам расскажут, что жители активно пишут какие-то свои предложения. Мы считаем, что это хорошо, жители не безразлично относятся к своему городу. Они любят эти места отдыха и тоже хотят, чтобы они развивались по-новому. По итогам прошлого года в подобном голосовании приняли участие почти 55 тысяч рязанцев. Администрация города отмечает, что это достаточно серьезная цифра. Таким образом, власти могут понять, в каком направлении лучше двигаться дальше в рамках реализации национального проекта. Что важно, мы считаем, то что реализация больших национальных проектов, в частности, жилье и городская среда, оно направлено на максимальное вовлечение жителей, да, то есть в принятии решения, каким будет их город, что они хотят благоустроить, как они хотят благоустроить, как они себе это видят, да. И здесь, наверное, тоже мы просим жителей активнее принимать участие в этих голосованиях, потому что действительно выделяются серьезные федеральные средства на благоустройство наших общественных пространств в том числе. Немаловажным будет и умение самих рязанцев сохранить то, за что многие сейчас голосуют. Самим бережно относиться к нововведениям в парке. Само же голосование началось 1 октября и продлится до 6 октября. Оно проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и норм. По будням можно проголосовать в крупных торговых центрах, а уже в эти выходные голосование будет организовано еще и в самих трех парках, запланированных к благоустройству. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».